МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Дарья Козина. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Отчет о деятельности Городской думы за 2023 год представил депутатам ее председатель Антон Ульянов. Более миллиона заявлений для поступления в ВУЗы подано через госуслуги. 20 июля в мире отмечают Международный день шахмат. Далее расскажем обо всем подробно. Поддержка СВО страны и региона. Отчет о деятельности Городской думы за 2023 год представил депутатам ее председатель Антон Ульянов. Все принятые решения и изменения в прошлом году шли в созвучии с политикой президента Российской Федерации и губернатора Нижегородской области. Об основных направлениях и итогах работы Городской думы в нашем следующем репортаже. Выборы губернатора Нижегородской области, визиты представителей Госдумы, депутатов ЗАГС Собрания, реализация нацпроектов. Событий и задач перед Городской думой в прошлом году стояло немало. На заседании комитета председатель Антон Ульянов резюмировал, что с ними справились успешно. Особое внимание депутаты уделяли вопросам поддержки участников СВО и их семей. На протяжении всего года проходил сбор средств, который был организован совместно с Фондом социального развития. Это те деньги фонда, которые мы с вами направляем на формирование гуманитарных конвоев. Василий Васильевич Ласточкин, который стал бессменным участником этих конвоев и уже многократно посещал зону боевых действий, сопровождаете гуманитарные конвои. Городская дума оперативно подхватывала идеи и изменения, которые вносили президент и губернатор Нижегородской области. Преобразования коснулись устава города, в котором не было предусмотрено сохранение средней заработной платы муниципального служащего, ставшего участником СВО. С осени 22-го года, как раз до марта 23-го, мы готовили эти изменения. Они в 23-м году в городской думе были приняты. Это позволило с тех пор сохранить среднюю заработную плату участнику специальной военной операции. Сейчас я скажу, что готовится другой блок изменений в уставе. Мы уже объявили публичное слушание на этот счет. В прошлом году проходило несколько сессий стратегического планирования, где разрабатывались основные перспективы развития закрытых городов. Намечалась стратегия развития области. Важной задачей прошлого года стало подписание соглашения о сотрудничестве с «Энергодаром». Делегация городской думы отправлялась на место, чтобы обсудить все нюансы и поделиться опытом работы. Проект соглашения готов, но подписать его пока нет возможности из-за неспокойной обстановки. В протяжении нескольких месяцев уже мы находимся с председателем думы «Энергодара», с депутатами, с аппаратом на связи, помогаем им методически, помогаем им с проектами решений, даже в таких вопросах, как организация деятельности, например, советов, ветеранов и многое другое. В прошлом году одним из знаковых решений стало обращение в законодательное собрание с инициативой внести изменения в установлении налоговых ставок для отдельных категорий налогоплательщиков, которые применяют упрощенную систему. Добились позитивного решения. Это серьезное, серьезное такое достижение. Его отмечают и в законодательном собрании, что не просто вышли с законодательной инициативой, но и добились ее принятия, это законодательная инициатива. Это крайне редкое явление не только у нас в Нижегородской области, но и по всей России. Поэтому здесь вот те депутаты Волгин и Тихонов, которые вышли с этим проектом решения, которые разработали, собственно, эту законодательную инициативу. Антон Ульянов также огласил депутатам изменения в работе комитета в статистику обращений жителей города. Более развернутый отчет председатель представит на следующем заседании Городской думы. Уже более миллиона заявлений для поступления в ВУЗы поданы через госуслуги. Приемная кампания продлится до 25 июля. Портал госуслуги подготовил ответы на самые распространенные вопросы. Поступление в ВУЗы онлайн – практика новая и вызывает у абитуриентов множество вопросов. Ответы на основные из них подготовил портал госуслуги. Почему не меняется статус заявления? Заявления, поданные на госуслугах, передаются ВУЗы в течение часа. ВУЗ должен взять их в работу в течение рабочего дня. После этого появится статус «Заявление на рассмотрение». Регламентного времени для рассмотрения отдельного заявления у ВУЗа нет. Есть только общий срок – до 27 июля. Если все корректно, появится статус «Участвуйте в конкурсе». ВУЗы должны выгрузить все конкурсные списки на госуслуги до 27 июля. До этого они передают эти данные по мере обработки заявлений. С 27 июля отследить свой рейтинг и выбрать ВУЗ для передачи оригинала аттестата можно в режиме реального времени. До какого момента можно перенаправлять аттестат из ВУЗа в ВУЗ? Поменять решение можно до окончания срока приема оригиналов документов. На бюджет – по приоритетному зачислению до 28 июля 12 часов по московскому времени. По основному зачислению – до 3 августа до 12 часов по московскому времени. Для платных отделений – на усмотрение ВУЗа. Какие документы нужно прикреплять к заявлению? Сведения о документах для заполнения заявления можно загрузить в цифровом профиле личного кабинета Госуслуг. Тогда их не придется вводить вручную и подтверждать оригиналами ВУЗа. Если вы не запросите сведения о льготах в личном кабинете, в заявлении нужно будет указать реквизиты, подтверждающих документов. ВУЗ может попросить прикрепить к заявлению скан документа или привезти его лично. Может ли ВУЗ не принимать заявление с Госуслуг? Нет. К сервису «Поступление ВУЗ онлайн» подключены 1075 ВУЗов и их филиалов. Это все государственные ВУЗы и ряд частных. Они обязаны рассматривать заявление с портала. Почему даты экзаменов на Госуслугах и ВУЗе отличаются? Даты экзаменов ВУЗы вносят в специальную информационную систему. Оттуда они подгружаются на портал Госуслуг. При расхождениях точную дату стоит уточнить ВУЗе. Куда обратиться с вопросами? 8 800 100 20 17. Единый контактный центр Миноборнауки. Стартовал федеральный этап направления «Госстарт» стажировки. Отличная возможность поработать в федеральных государственных органах и подведомственных организациях. Для этого нужно зайти на портал «Молодежь России» и заполнить анкету, прикрепить необходимые документы. Рассказать, почему именно вы должны пройти стажировку в федеральном органе исполнительной власти. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах для пользователей электросамокатов, нарушающих ПДД. Ответственность вводится за превышение скорости, неправильное движение по проезжей части, тротуарам, оставление места ДТП, запяное вождение и отказ от метасвидетельствования. При превышении скорости на 5-10 км в час предлагается штрафовать на сумму от 500 до 800 рублей, на 10-15 км в час от 2000 до 2500 рублей, на 15-20 км в час от 3000 до 3500 рублей, если превышение еще больше – от 4000 до 5000 рублей. На автомагистралях электросамокаты приравняют к тихоходному транспорту. Штраф за езду по ним составит 1000 рублей. Движение на самокате или велосипеде по проезжей части приравняют к нарушению ПДД, за что грозит штраф от 2000 до 2500 рублей. Водителям электросамокатов или велосипедов, нарушивших ПДД грозит штраф от 2000 до 5000 рублей, если это привело к причинению легких травм, если вред средней тяжести – от 10 тысяч до 15 тысяч рублей. В случае невыполнения законного требования сотрудника полиции об остановке возможен штраф от 500 до 800 рублей. За отказ от прохождения метасвидетельствования на состояние опьянения могут оштрафовать на сумму от 20 тысяч до 30 тысяч рублей. Мошенники научились красть и продавать квартиры через госуслуги. Злоумышленникам достаточно найти данные паспорта СНИЛС и ННН владельца недвижимости, которые продаются в базах данных в интернете. Затем сделка совершается без ведома жертвы с помощью его электронной подписи, пишет газета.ру. Чтобы такого не случилось, юристы советуют подать через госуслуги заявление в Росреестр о запрете на действие с недвижимостью без личного присутствия владельца. Мы продолжаем рубрику «Ищу хозяина». Ее цель – помочь найти семью обитателям приюта Мурдом. Десятки котиков и кошечек, привитых и стерилизованных, ждут, когда обретут новый дом. Возможно, герои сегодняшнего репортажа станут добрыми друзьями именно для вас. Джин и Тоник вдвоем прибыли в приют из Нижнего Новгорода в феврале 2022 года. Тогда из плохих условий содержание волонтерам удалось забрать под свою опеку около 10 животных. Котики были измуждены и выглядели плохо. Со здоровьем все было соответствующее. Понадобилось много времени, чтобы стабилизировать их состояние, привести анализы в норму. Наконец, нам это удалось. И сейчас перед нами два замечательных, просто ласковых кота, чуть-чуть осторожных, потому что они, поскольку долгое время находились в карантине, отвыкли от людей, то есть они побаиваются идти на контакт. Даже вот мы их буквально три дня назад перевезли из карантина сюда. И первые дни они просто оба ютились в домике, потом вот наконец-то Тоник начал вылезать. Коты очень похожи внешне. Единственное, что их отличает – размер. Как шутят волонтеры, здесь все как в рецепте коктейля. Тоника чуть больше, Джина чуть меньше. Если вы захотите принять этих пушистых к себе в дом, потребуется время на адаптацию. Будьте готовы к тому, что они у вас дома заберутся под кроватью, будут там какое-то время сидеть. Но при этом они совершенно не склонны к агрессии, поэтому просто нужно дать им время, и это самое главное. Им, скорее всего, примерно 3,5-4, может быть, 4,5 года. Они, естественно, кастрированы, у них есть все вакцинации, все обработки. Еще одна неразлучная парочка мурдома – кошечки Неблы и Гамора. Различают их волонтеры исключительно по номерам. Кошечки отличаются только по тоном шерсти. Они поступили в приют осенью 2021 года котятами-подростками с улицы. При осмотре им поставили диагноз кальцевироз. Мы их смогли вылечить, и потом долгое время девчонки сидели в отдельной клетке птичьей, в которой сейчас сидит жупа, и поэтому их называли попугайками, потому что клетка для попугая, вот поэтому за ними закрепились такие прозвища. Что еще хочется сказать, что они тоже стерилизованы, они вакцинированы, у них есть все обработки, они приучены к лотку, то есть никаких проблем со здоровьем у них нет. Также обратите внимание, насколько они красивы, у них потрясающие зеленые глаза, у них лоснящаяся пушистая шерстка. Неблы и Гамора любят контактировать с людьми, ласкаются и просятся на ручки. Волонтеры надеются, что найдется желающий забрать под опеку обеих кошечек. Они очень привязаны друг к другу. Порозень, с ними проблем не будет, понадобится лишь недолгая адаптация. Выбрать и забрать к себе пушистого друга можно в приюте Мурдом. По всем вопросам обращайтесь по телефону. Плюс семь девятьсот восемь семьсот шестьдесят два ноль девять пятьдесят один. Или пишите в группу приюта ВКонтакте. Ежегодно 20 июля в мире отмечают Международный день шахмат. Праздник объединяет профессиональных шахматистов и любителей. Шахматы считаются одной из старейших и наиболее популярных интеллектуальных игр в мире. В Сарове искусство игры в шахматы обучают во Дворце детского творчества. С шахматами Дмитрий Кафанов познакомился еще в детстве. Дома была доска и фигуры, но Дмитрия никто не учил правилам игры. Впервые он погрузился в шахматы в школьном кружке, но вскоре увлечения оставил. Снова к шахматам Дмитрий вернулся в 16 лет. В это время встретился с Владимиром Ивановым, который преподавал шахматы во Дворце детского творчества. Может быть потенциал во мне увидел, но не знаю. Он пригласил меня к себе в кружок, поскольку видно было, что я очень заинтересованный. Так я ходил там, играл в 16 лет с пятилетними детьми. И в 19 я уже серьезно этим делом увлекся. Начал участвовать в соревнованиях, в турнирах, как и в городе, и на выезде. Когда мастерство игры в шахматы у Дмитрия Кафанова вышло на новый уровень, педагог ДДТ предложил воспитаннику занять свое место и стать руководителем объединения шахматы. Так в феврале прошлого года Дмитрий Кафанов пополнил ряды сотрудников ДДТ. Он обучает более 90 ребят. Со следующего учебного года ожидается пополнение учеников. На занятиях проходят не только спортивные тренировки. Педагог прививает воспитанникам еще и шахматную культуру. Любую тему закрепляют многократной практикой и занятия в занятия. А для того, чтобы дети лучше усвоили материал, создает для них образные понятия и сравнения. Я провожу в рамках занятия, конечно, насколько могу успеть, провожу некоторые турниры шахматные между ними. То есть между ними игра идет через жеребьевку, через турнирную таблицу они проходят. То есть такая некая имитация соревновательной деятельности. Вот. Примерно таким путем мы идем. Ну изучаем еще, наверное, ну это просто уже чуть более со старшими ребятами, с более группами вот там третьего года, кто постарше, изучаем творчество шахматистов прошлого. То есть таких, как там Александр Алехин, например, или может быть даже Гарри Каспаров. Со своими воспитанниками Дмитрий Кафанов выезжал на соревнования области между учреждениями дополнительного образования. И в финале заняли 11 место. Для многих ребят это были первые серьезные состязания. Хорошо научиться играть в шахматы может как ребенок, так и взрослый человек. Время освоения искусства игры зависит от индивидуальных особенностей. Все очень индивидуально. Все, я бы сказал, достаточно непредсказуемо. Дело в том, что все зависит от того, какое у ребенка строение психики. Ребенок с быстрой психикой, он может быть более подвижным, может быть чуть менее усидчивым. Но все, какую информацию ему не дай, он будет ее очень быстро впитывать, быстро перерабатывать и сможет выдавать какие-то результаты достаточно скоро. Но это не значит, что ребенок смедленный, не даст этих результатов. Надо просто чуть подождать. Записаться в объединение шахматы Дворца детского творчества можно следующим образом. Подать заявку на сайте навигатор 52. Потом прийти в учреждение и заполнить бумажное заявление. Дмитрий Кафанов рекомендует отдавать ребенка с начала сентября. Но присоединиться к занятиям можно и в течение учебного года. Важно принести медицинскую справку от врача. Набор в объединении идет от 7 лет. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах Канала 16, в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски и авторские передачи. В студии работала Дарья Козина. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»!